...собирали чертежи. Нам пришлось после этого еще обратиться к конструкторам, которые помогли нам эти чертежи все соединить. И вот как раз Олег Рашидович очень много времени потратил на то, чтобы понять, как это дело все соединялось. Он каждый чертеж еще дополнительно дорабатывал, потому что многие детали просто-напросто не совмещались. Потому что не было точных размеров, да? Конечно. А это уже другой русобалт, как его называют создатели, люксовый. Сегодня он часть выставки в парке-музее в галерее времени. Эта модель в единственном экземпляре стояла в гараже у императора Николая II. Для современных специалистов, механиков и летельщиков машина – настоящая загадка. Так, например, изготовление двигателя оказалось самым сложным процессом. Сама идея была не просто изготовить двигатель, а изготовить двигатель именно так, как делали двигатели в то время. Реплика реставратора своей машины не считают. Как говорят, это тот же русобалт, просто воссозданный спустя сто лет. Детальное сходство во всем. Потолок внутри царского лимузина был обшит каменью с принтом из лилий. Похожую создатели нашли и заказали в Турции. Есть в этом русобалте и оригинальные детали. Фары русобалтийский завод не изготавливал. Их закупали на других производствах в других странах. Год пришлось потратить создателям, чтобы найти две фары. На машину одну оригинальную приобрели в Америке, другую в Голландии. Этот царский русобалт, как уверяют создатели, сегодня единый в мире. И стоит он в Новосибирске. Планы у реставраторов грандиозные. Выпустить всю линейку машин русобалтийского завода. Анастасия Болотина и Сергей Сердюков. Вести Новосибирск.